Голова седьмая Вставай! Чего это ты выдумал? Я открыл глаза и оглянулся, селись понять, где же это я нахожусь. Солнце уже взошло, значит, я спал долго. Надо мной стоял отец, лицо у него было довольно хмурое и к тому же опухшее. Он сказал, что ты затеялся ружьем. Я сообразил, что он ничего не помнит из того, что вытворял ночью, и сказал, кто-то к нам ломился, вот я и подстерегал его. А почему ж ты меня не разбудил? Я пробовал, да ничего не вышло, не мог вас растолкать. Ну ладно, да не стоит тут бестолку, нечего языком чесать. Поди погляди, не попалась ли на удочку рыба к завтраку. Я через минуту приду. Он отпер дверь, и я побежал к реке. Я заметил, что вниз по течению плывут обломки веток, всякие ссоры, даже куски коры. Значит, река начала подниматься. Я подумал, что жил бы припеваючи, будь я теперь в городе. В июньское половодье мне всегда везло, потому что как только оно начнется, вниз по реке плывут дрова и целые звенья плотов. Иной раз бревен по двенадцать вместе. Только и дело, что ловить их, да продавать на дровяные склады и на лесопилку. Я шел по берегу, и одним глазом все высматривал отца, а другим следил, не принесет ли река что-нибудь подходящее. И вдруг, гляжу, плывет челнок. Да какой просто чудо! Футов тринадцать или четырнадцать в длину. Несется вовсю, как миленький. Я бросился в воду головой вниз по лягушачьей, прям в одежде, и поплыл к челноку. Я так и ждал, что кто-нибудь в нем лежит. У нас часто так делают шутки ради. А когда подплывешь почти к самому челноку, вскакивают и поднимают человека на смех. Но на этот раз вышло по-другому. Челнок и в самом деле был пустой. Я влез в него и пригнал к берегу. Думаю, вот старик обрадуется, когда увидит. Долларов десять такая штука стоит. Но когда я добрался до берега, отца еще не было видно. Я завел челнок в устье реки, заросшую явником и диким виноградом. И тут мне пришло в голову другое. Думаю, спрячу его получше. А потом, вместо того, чтоб убежать в лес, спущусь вниз по реке миль на пятьдесят и поживу подольше на одном месте. А то чего ради бедствовать, таскаясь пешком. От хибарки это было совсем близко. И мне все казалось, будто идет мой старик. Но я все-таки спрятал челнок, а потом взял да и выглянул из-за куста. Гляжу, отец уж спустился к реке по тропинке и целится из ружья в какую-то птицу. Значит, он ничего не видел. Когда он подошел, я усердно трудился, вытаскивая лесу. Он поругал меня немножко за то, что я так копаюсь. Но я ему наврал, будто бы свалился в воду. Оттого и провозился так долго. Я так и знал, папаша заметит, что я весь мокрый и начнет расспрашивать. Мы сняли с удочек пять самов и пошли домой. Оба мы замаялись и легли после завтрака сосновых. И я принялся обдумывать, как бы мне отвадить вдову и отца, чтобы они меня не искали. Это было бы куда вернее, чем полагаться на удачу. Разве успеешь убежать далеко, пока не тебя хватится? Малыш, что может случиться? Я долго ничего не мог придумать, а потом отец встал на минутку напиться воды и говорит. — Если кто-нибудь в другой раз будет шататься вокруг дома, разбуди меня. Слышишь? Этот человек не с добром сюда приходил. Я его застрелю. Если он еще придет, ты меня разбуди. Слышишь? Он повалился и опять уснул. Зато его слова надоумили меня, что надо делать. Ну, думаю, теперь я так устрою, что никому и в голову не придет меня разыскивать. Часам к двенадцати мы встали и пошли на берег. Река быстро поднималась, и по ней плыло много всякого леса. Скоро показалось звено плота. Девять бревен, связанных вместе. Мы взяли лодку и подтащили их к берегу. Потом пообедали. Всякий на месте папаши просидел бы на реке весь день, чтобы наловить побольше. Но это было не в его обычаи. Девяти бревен на один раз для него был довольна. Ему загорелось ехать в город продавать. Он меня запер, взял лодку и около половины четвертого потащил плотно буксире в город. Я сообразил, что в эту ночь он домой не вернется. Подождал, пока по моим расчетам он отъедет подальше. Потом вытащил пилу и опять принялся пилить то бревно. Но прежде, чем отец переправился на другой берег, я уже выбрался на волю. Лодка вместе с плотом казалась просто пятнышком на воде где-то далеко-далеко. Я взял мешок кукурузной муки и отнес его туда, где был спрятан челнок. Раздвинул ветви и спустил в него муку. Потом отнес туда же свиную грудинку, потом бутыль с виски. Я забрал весь сахар и кофе и сколько нашлось пороху и дроби. Забрал пыжи, забрал ведро и флягу из тыквы, забрал ковш и жестяную кружку, свою старую пилу, два одеяла, котелок и кофейник. Я унес и удочки, и спички, и остальные вещи, и все, что стоило хотя бы цент. Забрал все дочисто. Мне нужен был топор. Только другого топора не нашлось, кроме того, что лежал в дровах. А я уж знал, почему его надо оставить на месте. Я вынес ружье, и теперь все было готово. Я сильно подрыл стену, когда пролезал в дыру и вытаскивал столько вещей. Следы я хорошенько засыпал сверху землей, чтобы не видно был опилок. Потом вставил выпиленный брусок бревна на старое место, подложил под него два камня, а один камень приткнул сбоку, потому что в этом месте бревно было выгнуто и не совсем доходило до земли. Шагов за пять от стены? Если не знать, что кусок бревна выпилен, ни за что нельзя было этого заметить. Да еще и стена задняя. Вряд ли кто-нибудь станет там шататься и разглядывать. До самого челмака я шел по траве, чтобы не оставлять следов. Я постоял на берегу и посмотрел, что делается на реке. Все спокойно. Тогда я взял ружье и зашел поглубже в лес. Хотел подстрелить какую-нибудь птицу. А потом увидел дикого поросенка. В здешних местах свиньи быстро дичают, если случайно забегут сюда с какой-нибудь луговой фермы. Я убил этого поросенка и понес его к хибарке. Я взял топор и взломал дверь, причем постарался изрубить ее посильнее. Принес поросенка, подтащил его поближе к столу, перерубив ему шею топором и положил его на землю, чтобы вытекла кровь. Я говорю на землю, потому что в хибарке не было дощатого пола, а просто земля, твердая, сильно утоптанная. Но потом я взял старый мешок, наложил в него больших камней, сколько мог снести, и поволок его от убитого поросенка к дверям, а потом по лесу к реке и бросил в воду. Он пошел ко дну и скрылся из виду. Сразу бросалось в глаза, что здесь что-то тащили по земле. Мне очень хотелось, чтобы тут был Том Сойер. Я знал, что таким делом он заинтересуется и сумеет придумать что-нибудь почуднее. В такого рода делах никто не сумел бы развернуться лучше Тома Сойера. Напоследок я вырвал у себя клок волос, хорошенько намочил топор в крови, прилепил волосы к лезвию и зашвырнул топор в угол. Потом взял поросенка и понес его, завернув в куртку, чтобы не капала кровь. А когда отошел подальше от дома вниз по течению реки, то бросил поросенка в реку. Тут мне пришла в голову еще одна штука. Я достал из челнока мешок с мукой и старую пилу и отнес их в дом. Я поставил мешок на старое место и порвал в нем сразу дыру пилой, потому что ножей и вилок у нас не водилось. Отец, когда стряпал, управлялся одним складным ножом. Потом протащил мешок шагов сто по траве и через ивовые кусты к востоку от дома, где было мелкое озеро, миль в пять шириной, все заросшее тростником. Уток там тоже под осень бывало очень много. С другой стороны из озера вытекала заболоченная речка или ручей, который тянулся на много миль не знаю куда, только не впадал в реку. Мука сеялась всю дорогу так, что получилась тоненькая белая стежка до самого озера. Я еще бросил там папашин точильный камень, чтобы похоже было, будто бы это случайно. Потом завязал дыру в мешке веревочкой, чтобы мука больше не сыпалась, и отнес мешок вместе с пилой обратно в челнок. Когда почти совсем стемнело, я спустил челнок вниз по реке до такого места, где ивы нависли над водой и стал ждать, пока взойдет луна. Я привязал его покрепче к иве, потом перекусил малость, а после того улегся на дно, выкурить трубочку и обдумать свой план. Думаю себе, они пойдут по следу мешка с камнями до берега, а потом начнут искать мое тело в реке. А там пойдут по мучному следу до озера и по вытекающей из него речке искать преступников, которые убили меня и украли вещи. В реке они ничего искать не станут, кроме моего мертвого тела. Скоро им это надоест, и больше они беспокоиться обо мне не будут. Ну и отлично. А я смогу жить там, где мне захочется. Остров Джексона мне вполне подходит. Я этот остров хорошо знаю, и там никогда никого не бывают. А по ночам можно будет переправляться в город, пошатаюсь там и подтибрю, что мне нужно. Остров Джексона – самое для меня подходящее место. Я здорово устал и не успел опомниться, как уснул. Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь. Я сел и огляделся по сторонам, даже испугался немного. Потом вспомнил. Река оказалась очень широкой, во много миль шириной. Луна светила так ярко, что можно было сосчитать все бревна, которые плыли мимо, черный и с виду неподвижный, очень далеко от берега. Кругом стояла мертвая тишина. По всему было видно, что поздно и пахло по-позднему. Вы понимаете, что я хочу сказать? Не знаю, как это выразить словами. Я хорошенько потянулся, зевнул, и только хотел было отвязать челнок и пуститься дальше, как вдруг по воде до меня донесся шум. Я прислушался и скоро понял, в чем дело. Это был тот глухой ровный стук, какой слышишь, когда весла ворочаются в уключенных тихой ночью. Я поглядел сквозь листву ивы. Так и есть. Далеко, около того берега, плывет лодка. Я не мог разглядеть, сколько в ней человек. Думаю уж, не отец ли. Хоть я его и не ждал. Он спустился ниже меня по течению, а потом подгреб к берегу по тихой воде. Причем подплыл так близко от меня, что я мог бы дотронуться до него дулом ружья. И правда, это был отец. Да еще трезвый, судя по тому, как он работал веслами. Я не стал терять времени. В следующую минуту я уже летел вниз по течению без шума, но быстро, держась в тени берега. Я сделал мили две с половиной, потом выбрался на четверть мили ближе к середине реки, потому что скоро должна была показаться пристань, и люди оттуда могли увидеть и окликнуть меня. Я старался держаться среди плывущих бревен, а потом лег на дно челнока и пустил его по течению. Я лежал, отдыхая, и покуривая трубочку. И глядел в небо. Не облачка не было. Небо кажется таким глубоким, когда лежишь на спине в лунную ночь. Раньше я этого не знал. И как далеко слышно по воде в такую ночь, я слышал, как люди разговаривают на пристани. Слышал даже все, что они говорят. Все до единого слова. Один сказал, что теперь дни становятся все длиннее, а ночи все короче. Другой ответил, что эта ночь, ему думается, не из коротких. И тут они засмеялись. Он повторил свои слова, и они опять засмеялись. Потом разбудили третьего и со смехом пересказали ему. Только он не засмеялся. Он буркнул что-то отрывистое и сказал, чтобы его оставили в покое. Первый заметил, что он непременно это расскажет своей старухе. Ей, наверное, очень понравится. Но это сущие пустяки по сравнению с теми шуточками, какие он отпускал в свое время. Я услышал, как один из них сказал, что сейчас около трех часов. И он надеется, рассвет задержится не больше, чем на неделю. После этого голоса стали все удаляться и удаляться. И я уже не мог разобрать слов. Слышал только неясный говор, да время от времени смех, и то, казалось, очень издалека. Теперь я был много ниже пристани. Я привстал и увидел миле в двух с половиной ниже по течению остров Джексона, весь заросший лесом. Он стоял посредине реки, большой, темный и массивный, словно пароход без огней. Выше острова не видно было и следов отмели. Вся она была теперь под водой. До острова я добрался в два счета. Я стрелой пронесся мимо верхней его части, такой быстрый был течение. Потом вошел в стоячую воду и пристал с той стороны, которая ближе к Иллинойскому берегу. Я направил челнок в глубокую выемку берега, которую знал давно. Мне пришлось раздвинуть ветки ивы, чтобы попасть туда. А когда я привязал челнок, снаружи его никто не заметил бы. Я вышел на берег, сел на бревно в верхней части острова и стал смотреть на широкую реку, на черные плывущие бревна и на город в трех милях отсюда, где еще мерцали три-четыре огонька. Огромный плод плыл по реке. Сейчас он был милей выше острова, и посредине плота горел фонарь. Я смотрел, как он подползает все ближе, а когда он поравнялся с тем местом, где я стоял, кто-то там крикнул. — Эй, накорми! Бери правей! Я слышал это так ясно, как будто человек стоял со мной рядом. Небо стало понемногу светлеть. Я пошел в лес и лег соснуть перед завтраком.